Клик-шоу! Ребят, привет! Привет! У нас тут, на самом деле, тусовка с интересными именами собралась. У нас есть вот Чижана, Войцех, Кшиштоф, Ласло и... Просто Паша. Паша, спасибо большое, я просто Маша. Я очень рада. Ребят, мы сегодня говорим, у нас сегодня принципы как-то разговора вокруг того, что... Вокруг специфических соединений. И мне кажется, это максимально, это выражение можно к вам приписать, потому что вы совмещаете, как вы сами себе написали, в своей музыке и Эдуарда Хиля... Нет, повлияло на вашу музыку Эдуард Хиль, и польские военные песни, и еще и новая музыка, Нью-Вейв. И скажите, действительно ли вы вот так серьезно создаете такой симбиоз в музыке? Нет. Это просто такая завлекалка, да, в описании. Ну, все правда, допускается множество трактовок. Можно относиться к этому иронично, можно не иронично. Совершенно неважно. Главное слушать, воспринимать и получать это удовольствие. А если все-таки поковыряться, то как все начиналось? Что с чем захотелось смешать? Захотелось сделать что-то западное, но при этом, чтобы это не являлось прямой калькой с чего-то английского. То, чем занимается большинство музыкантов, они просто копируют группы, которые они наслышали в детстве, и как бы на этом останавливаются. И большинство музыкантов, которые здесь есть, это либо такая что-то явно местечковое, которое, может быть, в основном дают шансонам, либо это вот какая-то копия английской группы. Хотелось что-то новое, найти что-то интересное, что было раньше, и при этом сделать это не банально, не попсово. А вообще, если пофантазировать на тему, что с чем можно скрестить, то что бы вы скрестили? С чем или с кем-то, или с явлением каким-то? Ну, ужас в тяжом, конечно. Ребят, ну в вашем случае в итоге получилось, ну вот если, как вы сами определите свой жанр? Новый твист, это написано везде. Да, здорово, супер. А вот не кажется ли вам, что рискованно, в том смысле, что в принципе люди воспринимают даже вот слово оркестр, немного классическое восприятие. Да, как у вас со зрителями, с вашим таким, скажем, целевым слушателем? Ну, основное название у нас это Дзержинский битс. Есть трактовка этого названия, как оркестр Дзержинского. Это сделано для удобства поиска на сети, потому что наше написание содержит такую, скорее, славянскую транскрипцию, восточную славянскую, поэтому не всем удобно запомнить. Ну, оркестр, на самом деле, довольно удобный. Могут музыканты меняться от сессии к сессии, никто не спросит, почему. Здесь есть труба, а здесь нет. Это оркестр. Кстати, вот мы хотели спросить, как часто у вас вот такой вот серфинг музыканты происходит? Кадров. От записи к записи в основном, потому что, когда мы начинаем писаться, приходят какие-то новые идеи, хочется... Сессионщика пригласить, да? Да, вот у нас был сингл, выходил весной этого года, и в нем почаствовало аж 15 человек. И мы их вообще не знаем. Ребята вообще вздала, да, их не видели. И никто не обижается, да? Нет, мы не умеем на вот этих штук. От зрителей. Нет, нам где-то нужны были скрипочки. Мы просто позвали квартет, записали его. Зазывать их на концерты, возить их в Днепропетровск или в Одессу, на какую-то летнюю площадку. По скаптике. Но сейчас представим основной костяк группы, да, как я понимаю. Это чтение гитариста. Мы все не смогли. Ну, мы рады, мы рады. Порция сюрреализма, другой взгляд на женщин. Женщин можно любить разными, но в данном случае это было какое-то космическое существо. И вы просто обязаны, ребята, нам объяснить, что там происходило, и кто автор, и вообще отсыпьте. Чего-нибудь. Основная идея, то, что это не посвящение некоторой конкретной женщине, это именно ода к какому-то космическому женскому началу. Это из зрения времена идет про матерь, богиную плодородие, что-то такое. И это, на самом деле, музыкальные коллективы, которые выступают, а некоторые вот такие паломники, которые поют эту оду женщине. И если обратить внимание, почему-то так холодно, почему-то грустно. Почему на голову друг к другу наступают? И Паша поет сопрано. Или это не Паша? Нет? На самом деле, сцены, которые у меня находятся, это алтарь. Вот, если обратили внимание, это гигантские формы женщины, на которых сидят музыканты. Ну, потом обратите внимание. Мы обратили, кстати, там довольно откровенно все. Там есть в клейке, которые обнажают всю эту ситуацию. Если перемонтать назад, вы увидите. Но смысл в том, что достучаться за женщину можно не сразу, только спустя какие-то поколения. Нужно это делать долго и настойчиво. Вот только вот спустя третью реинкарнацию музыканты смогли сделать пределы НЛО и спасло их от неименуемой смерти. И они воссоединились с этой космической богиней. Вообще-то, понятно. Действительно, цепот фильм, сюжет. Скажите, ребята, а вы на самом деле больше, скажем так, относитесь к команде, которая любит сюжетные клипы? Или все-таки вы считаете, что в принципе неплохо снимать и лайв, и делать что-то спонтанно? Или все-таки если дальше будете работать над клипами, то все равно будете обдумывать, это будет сюжетно, это будет по-режиссерски? Да по-разному. Клип сюжетный, вот он такой. Будем делать чуть дальше, будем по-другому. Кстати, о главной героине или герое. Вы вот решили сэкономить на моделях с модельного агентства и пригласили животное. Почему именно его? Этот маленький тараканчик фигурирует. А, я понял. Тараканчик? Это наш друг. Кто это? Он чуть не помер. Я понимаю. Мы думали, что он помер, и его чуть не выбросили. То есть стресса на съемках тоже были? Он, кажется, просто уснул, да, Джей? Как-то потом узнал, что он вдруг ожил, он начал лапкой там шевелить, уже почти на полпути на мусорник. Без жертвущее обошлось. Вернули его домой. Все было понятно. Заплатили за аренду. Нашли как-то зоологический кружок. Не знаю, как тропический жук, реально здоровый. Он не отсюда. В общем, ему было что рассказать своим друзьям. Получилось, в принципе, все как-то не из мира сего. Ребята, режиссером, кто является режиссером клипа? Режиссер, наш друг Денис Гусаков. Он в основном работает художник-постановщик, но у него есть несколько режиссерских опытов. Мы предложили опыт в роли режиссера. Он еще нам помог, потому что он заведует театральным кружком. Не понял, как называется университет. В общем, было пару моментов, где без его театральной закалки просто не получилось бы что-то сыграть. А первая реакция, мне интересно, всех вас на сценарии этого клипа. Просто вот Кшиштоф ничего бы не говорил еще. Наконец-то я написал. Я увидел первый раз сценарий этого клипа на раскадровке, который Жанин набросал, в общем, который Водсихнон набросал, я не знаю, ночью, в каком состоянии, карандашом. Карандашом, да. Да, и я это листал, я листал это так, листал так, и я все равно ничего не понял. Пока мы не приступили к съемкам, это было все очень загадочно и туманно. Лас-Ла-Лас-Ла-Паша. Лас-Ла-Де-Паша. Мне очень понравилось, особенно в конце. Когда все закончено. Когда кульминация все-таки произошла, женщина уже была рядом, мы ее просто обнимали. Ребята, а на самом деле, вот вы совмещаете также с музыкой, например, актерское мастерство, занимаетесь танцами, возможно, что-то еще хватает? В тренажерный зал, может, ходите. Занимаемся танцами. Велосипеды люблю. Велосипедами, а какими Фиксами горными? Шоссенными. Предпочитаю. Да, любим, любим. Мы все этим заражены, кроме нашего незаражаемого Лас-Ла, он танцует. Лас-Ла, в каком стиле ты танцуешь? Не знаю. Космический, эмоизм. В стиле Буратино. Что-то в этом духе. Но вообще, ребята, сколько вы внимания уделяете репетициям, как вы часто встречаетесь, насколько это основное ваше Или только посыл из космоса И тогда, ребят, я сегодня получил телеграмму оттуда Мы сегодня репетируем Собираемся регулярно у меня дома У нас есть возможность репетировать Не снимая какое-то дополнительное помещение Все есть для счастья Ну просто я так подумала Если бы это был не частный дом С соседями были проблемы Это был бы несчастный дом Вообще-то собираетесь На самом деле, ребята В следующей студии сыграют Это будет живьем И это будет интересно Поскольку Love Music Channel по-другому не умеет Поэтому будьте с нами, оставайтесь И только лать Чижан, ты когда-нибудь представляла себя Ведущей какого-нибудь концерт-холла На какой-то закрытой вечеринке? Не представляла У меня есть уникальная возможность Каждый день делать это на работе Нет, а вот когда падают Занавес открывается И там такая группка с ретро Звучанием таким интересным Класс, хочу уже Давай У нас Днепр Дзержинский бит И мы знакомимся с группой И лучшее знакомство будет, если мы послушаем Как они звучат И добро пожаловать именно Дзержинский бит Хорошее начало Я не хотел бы отталкивать руки Долго искать изъем в спине Если ты тоже заложница скуки Давай иди ко мне Давай иди ко мне Можешь это запомнить И другим сказать И сегодня в завтра Будет легче спать Я хочу слышать голос Мне удобно лежать Время новое солнце Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Самый последний раз Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Спасибо Знаете, это очень настроенческая музыка Просто мне кажется Это было очень добро пожаловать Очень добро пожаловать Да, и любую атмосферу Какая бы она ни была В принципе, мне кажется Вы можете разрядить И ваша музыка способствует Повышению эйфории внутри Поэтому спасибо Это классно И скажите, пожалуйста Где вас можно послушать В ближайшее время Ребятам, которые сейчас Уже подняли себе настроение И хотят еще Буквально в это воскресенье Мы сыграем на Гогольфест В шесть вечера на уличной сцене 15 сентября Ура Гогольфест Вы поддерживаете Такие подобные Конечно Очень важные мероприятия Супер У меня только один вопрос Что говорил барабанщик Когда вы начинали играть Просто интересно У всех свои какие-то Кто-то говорит сосисочка Кто-то говорит Раз, два, три, четыре Поехали А у вас? Не помню, что я сказал Но это было что-то нецензурное Я так и подумала Хорошо, что вы не слышали Окей В общем-то Оригинальные парни Оригинальные ребята Оригинальная музыка И это было классно Спасибо большое Увидимся Увидимся уже Кода Пока Кликшоу 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 Кликшоу